Еще один текст, последний из трех текстов, который мы с вами рассмотрим. Второе послание Петра, вторая глава. Это тоже последнее послание апостола Петра, которое до нас дошло. Но это не просто последнее послание, которое до нас дошло. Апостол Петр пишет его тоже с пониманием близости своего конца, конца своей земной жизни. И он пишет об этом в первой главе очень ясно. С 12 по 15 стих он говорит. Он говорит. Я хочу напоминать вам об этом. Напоминанием возбуждать ваш чистый смысл. Чтобы когда меня с вами не будет, вы все равно об этом помнили. И в этом, кстати, кроется как раз главная обязанность христианских проповедников, христианских учителей. Наша задача не развлекать людей. Как знаете, сейчас часто многие проповедники или пасторов, чтобы создать себе большую аудиторию, они каждый раз пытаются выдумать что-то новенькое, чтобы люди пришли. Доходит до того, что в некоторых аудиториях просто отменяют проповедь и устраивают просмотр чемпионата мира по футболу. В России, к счастью, пока такого я не слышал. В Америке такие вещи бывают. Или устраивают выступление клоунов, чтобы люди побольше приходили. Успех измеряется количеством денег, которые кидаются в сумку. Петр пишет о том, что наша главная задача и его главная задача как пастыря христианского, как образца в значительной мере христианского пастыря, снова и снова напоминать людям о тех самых главных вещах, на которые стоит наша христианская жизнь. Даже рискуя тем, что людям это надоест слышать. У нас ведь не так много тех важных вещей, которые людям необходимы для жизни. Сколькими способами можно сказать человеку христианской Евангелии? Сколькими способами можно изложить то, что Христос умер за них для их спасения? На самом деле очень немногими. Но мы все равно обязаны повторять это снова, снова, снова и снова, потому что ничего другого спасительного не придумали. Именно в этом кроется спасение. И мы должны снова и снова повторять, напоминать этим людям, чтобы напоминанием возбуждать их чистый смысл. Слово возбуждать использовалось для обозначения волн на воде. Представьте себе такое тихое болото, которое зацвело и заросло, и в котором там всякие жабы водятся. И мы бросаем туда камень, и там волны пошли. Какая-то жизнь появилась. Вот мы с вами должны так возбуждать эту тихую незамутненную воду, в которой люди спят, для того, чтобы они проснулись, для того, чтобы то Евангелие, в котором мы живем, брело для них настоящий подлинный смысл. Снова и снова напоминать людям о тех абсолютно важных, необходимых вещах, на которых строится наша жизнь. И Петр в своем послании делает именно это. Вообще, если первое послание Петра говорит о гонениях, то второе послание Петра говорит о ложных учениях. Прошло время гонений, началось время ложных учителей. И особенно вторая глава. И Петр начинает свою вторую главу, говоря следующее, первые три стиха. «Были и лжепророки в народе, как у вас будут лжиучителя, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И с любостяжания будут ловлять вас лестивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Петр тоже начинает свой разговор именно так, как начинает его Павел. «Были и лжепророки в народе, и у вас будут лжиучители». Он не просто говорит, что это обязательно будет, он еще и ссылается на историю. Он говорит, посмотрите на историю израильского народа, у них всегда были ложные пророки. Не думайте, что вы чем-то отличаетесь. У вас будут ложные учителя. Они придут, хотите вы того или нет. Что сделают эти люди? Они введут пагубные ереси. Что такое ереси? В переводе с греческого слово «хайрисис» обозначает просто выбор. Именно поэтому, когда в I веке н.э. в Писании, как мы об этом читаем, христиан называют назарейской ересей, их никто не хотел обидеть. Все просто говорили, что это некая назарейская конфессия, назарейская деноминация, некие последователи назарея, назарянина. И, по сути дела, когда в то время говорили о ереси, в это слово не вкладывали ничего страшного. Но для христиан и ересь всегда пагубна. Почему? Потому что любая альтернатива, которая не предполагает Христа как единственный путь, истинную жизнь, она пагубна изначально. Христианство – это не религия множества путей, ведущих к Богу. Это религия одного пути. Без Христа человек спастись не может. Помните, Господь говорил, что верующий в Него уже не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божьего. Есть только один путь истинной жизни. Есть одно основание положенное, которое есть Христос и Иисус, другого основания положить никто не может. И поэтому любая альтернатива, которую выносит за скобки Христа и то спасение, которое Он нам даровал, она по определению пагубна. Она по определению несет людям смерть. Как бы в остальном она не была красива, симпатична, и какие бы замечательные дела не делали люди, которые ее исповедуют. Это страшный яд, который убивает людей. Петр пишет, «Были лжи-пророки в народе, как у вас будут лжиучители, которые ведут пагубные ереси, и в чем эти ереси? Отвергаясь искупившего их Господа». Ереси, отрицающие Христа. Эти люди тем самым навлекут на себя скорую погибель. И здесь, казалось бы, все должно закончиться. То есть люди, проповедующие ересь, сами себя погубят. Плохо, что и жалко, и грустно, что умирают те люди, за которых умер Христос. Само по себе это очень страшно. Но если бы погибли только те люди, которые проповедуют ересь, в конце концов можно было в какой-то степени с большими оговорками вздохнуть облегчением и сказать, «Ну, в конце концов, сами виноваты». Сами выбрали себе такой путь, сами отказались от Христа, который их искупил, и понимали отлично, что они делали. Но Петр говорит о том, что на самом деле все будет гораздо страшнее. Он говорит в следующем стихе, «И многие последуют их разврату». Мало того, что они себя погубят, они еще многих утащат за собой, но и это еще не самое страшное. Петр говорит, «И сам путь истины через них будет в поношении». Мало того, что они себя погубят, мало того, что они своих последователей погубят, Они еще настолько испогонят истину, что бесчисленное количество других людей не захочет даже ее слышать. И пойдет вместо того, чтобы слушать истину, слушать учителей, которые листили бы их слуху. Они не только сами не пьют, не только другим не дают, но еще и мутят воду ногами своими, чтобы больше никому к водопою прийти не захотелось. И вот это и есть самое страшное из того, что культы делают. Они губят людей всем, каждым действием, каждым словом, которое из них исходит. Сам путь истины будет в поношении. И последним предложением апостола Петр объясняет, почему они это делают. В чем причина, зачем культистам это нужно, зачем учители этим занимаются. Он объясняет очень просто. Говорит, из любостяжания будут ловлять вас слезтивыми славами. Что такое любостяжание? Это любовь к наживе. В данном случае речь идет, конечно, не только о деньгах. Да, речь идет о любой наживе, любой выгоде, которую человек получает в виде власти, в виде славы, в виде денег, в виде каких-то других бонусов. Все, что человек делает ради себя, оно по сути дела является объяснением того, что делают культы. Есть такая известная фраза, которую приписывают основателю саентологии Рону Хаббарду, хотя саентологи говорят, что это не он сказал, а человек, который сидел рядом с ним. Не важно, на самом деле. Фраза хорошо отражает суть его учения и учения многих других лучших учителей. Он сказал, зачем писать и получать по пенне за строчку, если можно создать свою религию и получить сразу миллион. И зачем долго мучиться, если можно одним шагом попасть в дамки, починить себе массу людей. К сожалению, религия это та область, в которой человек может найти неограниченный простор для своего властолюбия. Потому что мы видим, как миллионы людей идут за выдумками какого-то человека. Миллионы людей, которые на самом деле готовы отдать и свои деньги, и свои жизни, и починить себя полностью этому учению, думая на самом деле, что они имеют истину и у них есть спасение. Мы только что с вами читали у апостола Павла, что люди будут искать того, кто польстел бы их слуху. А здесь мы видим людей, которые листят для того, чтобы совратить людей. Происходит дьявольское сочетание. С одной стороны человек, который готов отдать все, чтобы ему польстили и пощекотали уши. А с другой стороны человек, который готов уловить льстилыми словами. И когда вот эти два человека встречаются, получается культ. Потому что один человек лжет, говоря человеку то, что приятно слышать. А другой человек только это и хочет услышать. И когда эти вещи совпадают, получается культа. И чем больше и лучше совпадение, тем более страшные культы появляются на лице земли. И в конце концов Петр предлагает нам окончательное утешение, заверение. Он говорит, суд этим людям готов и погибель их не дремлет. Мы знаем тем самым, что культы будут сочетовать не вечно. Что однажды Господь положит конец всему, что здесь происходит всей этой гадости. Но вопрос, который мы с вами должны задать себе, это сколько много людей погибнет, прежде чем это случится. Сколько много людей эти люди утащат за собой. Сколько много людей уйдут вместе с ними в вечную погибель. И предстанут перед ними на суд, на погибель, которая не дремлет. Вот этот вопрос, который каждый человек должен задавать себе, когда возникает вопрос, нужно ли заниматься христианской апологетикой. Мы с вами поговорили о том, как Писание говорит о важности занятия апологетикой, защиты христианской веры. Давайте попробуем сказать несколько слов о том, как эта важность, как эта проблема отражается в нашей нынешней жизни. К сожалению, как вы понимаете, культы, как правило, не дают свои статистики. Трудно найти какие-то цифры, которые отражали бы их рост в нынешнем мире. Но последняя более-менее достоверная цифра, которой я располагаю, это то, что на конец 20 века, то есть в 90-х годах, прошло уже больше 10 лет, во всем мире существовало более 5000 культов, в которые были увлечены не менее 150 миллионов человек. Это только псевдо-христианские движения. Мне бы хотелось, чтобы вы поняли это очень реально. Цифра на слух воспринимается очень плохо. Чтобы вы немного реально поняли, о чем идет речь, в нашей стране, в России, живет сейчас 143 миллиона человек. И это количество уменьшается. Представьте себе всю территорию России. Города, поселки, колхозы, все что угодно, заселенную одними культистами. Вот это вот тот масштаб проблемы, с которой мы с вами сегодня имеем дело. Это не жалкая кучка каких-то отщепенцев, которые собираются в соседнем подвале. Это огромная миллионная сила людей, которые, несмотря на то, что они проповедуют каждый сам по себе некое отдельное самостоятельное учение, и отдельные культы бывают совсем маленькие, куда входят по 10-12-20 человек, тем не менее все вместе они выполняют один и тот же заказ, исходящий от врага человеческого. Заказ, который отвлекает людей от следования истинному учению. Они все говорят по сердцу человека, чтобы отвлечь людей от истины и увлечь их за собой. Несмотря на все остальные различия, это самое главное. Они проповедуют людям ложь и увлекают людей за собой. Еще несколько цифр, которые помогут вам понять, насколько быстро эти люди растут. За 10 лет, с 1993 по 2003 год, количество мормонов в России увеличилось больше, чем в 9 раз. В 2003 году количество мормонов в России росло со скоростью 3 человека в день. 3 человека в день. То есть по одному новообращенному каждое 8 часов. Количество свидетелей Игова за чуть меньше период, с 1996 по 2003 год, всего лишь удвоилось. Но это геометрический прирост. Арифметический прирост был совершенно невероятен. Свидетелей Игова тогда было больше, чем мормонов. Сейчас их намного больше. По некоторым сведениям, которые мне в свое время сообщили, на официальном уровне в нашем Российском Баптистском Союзе, где-то лет 5 или 6 назад, состояло 75 тысяч официальных членов. Свидетелей Игова в России сейчас около 140 или 150 тысяч человек. Получается, что одних только свидетелей Игова больше, чем официальный списочный состав Союза ЕХБ, который, насколько я знаю, является самой крупной протестантской конфессией в России. Этих людей много, они растут. И прирост их на самом деле поражает. Те же самые свидетели Игова совершают 24 крещения в день. 24 крещения в день в среднем. Что такое крещение у свидетелей Игова? Когда человек крестится в организации свидетелей Игова, это не имеет никакого отношения к спасению. Крещение это момент, когда человек, который уже изучил учения Сторожевой башни и готов идти проповедовать их учения по домам, сознательно, публично берет на себя обязательство это делать. Он обещает, что он пойдет и будет служить организации Игова. Это человек, который уже ходил в организацию несколько лет и который сумел ответить на несколько десятков вопросов по Библии. Человек, который уже готовый проповедник. Он сразу берет в руки журналы и идет проповедовать другим людям. Это не новообращенный. Это человек, который готовый приходской миссионер. 24 крещения в день. То есть в среднем каждый час. Если мы с вами посмотрим на статистику по всему миру, то мы увидим с вами нечто еще более страшное. Потому что по официальной статистике, только по официальной статистике свидетелей Игова, во всем мире каждые две минуты крестится еще один свидетелей Игова. Каждые две минуты. Мы с вами едим, пьем, читаем Библию, молимся, ходим в церковь, смотрим кино, все что угодно, чем мы не занимаемся. Постоянно параллельно с этим идет один и тот же процесс. В среднем каждые две минуты еще один человек становится свидетелем Игова. И он не просто сам станет свидетелем Игова, но он берет в руки и журналы, и книжки и идет проповедовать другим людям. Прирост свидетелей Игова на самом деле поразителен. В России по последним данным у них прирост составляет порядка 4 или 5 процентов в год. То есть 4-5 процентов от 150 тысяч это очень значительная цифра. Вот эти люди, которые станут свидетелем Игова и начинают ходить по домам, приходя к нашим близким, к нашим друзьям, к нашим знакомым. И вот отсюда как раз рождается вопрос. При той скоростью, с которой только эти два культа растут в России и во всем мире, как быстро они доберутся до кого-то из наших близких и родных, до тех, кто нам настолько дорог, что мы перестанем равнодушно относиться к этой проблеме и начнем что-то по этому поводу делать. Как я уже говорил в начале, апологетика это не вопрос выбора, это не вопрос возможности. Это, к сожалению, печальная необходимость, с которой каждому из нас рано или поздно предстоит столкнуться. Но есть одна очень простая истина, которую каждому хорошо запомнить. Бесконечно проще не пустить человека в культ, чем потом его оттуда вытаскивать. Не пустить человека в культ гораздо проще, чем потом его оттуда вытаскивать. И поэтому, если мы с вами не тратим время сейчас на то, чтобы разобраться в этой проблеме, на то, чтобы вооружиться необходимыми аргументами, на то, чтобы послужить этим людям проповедью Евангелия, на то, чтобы обратить следующего свидетеля Иеговы, который придет к нам домой, ко Христу, то рано или поздно мы столкнемся с совершенно другой необходимостью спасать кого-то из наших друзей, близких, родных из этой организации. Потому что, к сожалению, это процесс, который происходит постоянно. Увы, так это выглядит. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok